Чтобы победить в конкурсе «Мисс Земля», представительница России перекрасилась в брюнетку. Комсомолка решила проводить Наталью Переверзеву и заглянуть в ее чемодан. Наталья родилась в Курске, ей 23 года. Когда ей исполнилось 17, на нее так и посыпались предложения от модельных агентств. Но в семье, где мама и папа инженеры-экономисты, а дедушка и бабушка профессоры, такая перспектива для любимого ребенка восторгов не вызывала. У Наташи не стояло выбора между учебой и подиумом. Конечно, учеба. Модельный бизнес стал чем-то из разряда мечты, хоть она и рекламировала детскую одежду с 6 лет. Красавица поступила в Московскую финансовую академию и переехала в Москву. И когда появилось время для работы, все закрутилось. Первое место на конкурсе «Мисс Москва» в 2010-м, победа в красе России в 2011-м и путевка на мировое соревнование «Красавиц Мисс Земля». Накануне поездки Наталья нашла возможность прийти в студию телевидения «Комсомольской правды». Я ожидала, что я увижу перед собой блондинку и приготовилась задать вопрос. Ведь последние, наверное, 6-7 конкурсов «Мисс Земля», где наши русские не так активно, насколько мне известно, принимали участие, побеждали брюнетки. Я уже приготовила вопрос, а как блондинки, когда такая тенденция? И вот все-таки Наталья решила, так скажем, изменить имидж в какой-то степени и представить брюнеткой. Тонкий расчет, наверное. Да, я думаю, что вы правы. Наверное, смена имиджа в некоторой степени даже связана с моей подготовкой к конкурсу. Да, вы правы. Чаще всего, все-таки по мировому опыту, я отсматривала много конкурсов разных лет, не только «Мисс Земля», но и всех конкурсов, которые проводятся, их 4 в мире, все-таки первенство держат брюнетки. Но, тем не менее, блондинки тоже побеждают. Но редко. Но редко. У меня вот такой сразу не хочется об этом вообще сейчас даже думать, но все-таки поговорить надо. Вот достаточно успешно карьера складывается, да, и «Мисс Москва», и краса России. И вот есть ощущение, что не каждый же конкурс можно выиграть, правильно? Вот если вдруг не получится, мы сейчас, чтобы не сглазить, но вот вдруг, что это будет? Это будет значить, что все, шок, конец карьеры, я больше никогда не поеду на конкурсы? Или все-таки есть какие-то внутренние силы для того, чтобы сказать себе, да, я в следующем году поеду попробую, или что-нибудь другое покорю? То есть вот это вот, нет комплекса отличницы, которая все время, вот красный диплом, тут вот сплошные пятерки, и вдруг такое испытание, и лотерея начинается. Ну, на самом деле, конкурс красоты – это всегда испытание, независимо от того, побеждаешь ты или не побеждаешь. Для меня этот конкурс в любом случае последний, независимо от того, выиграю я его или не выиграю. Просто это для, я думаю, для каждой девушки, участницы конкурсов, это какая-то финальная точка. Это какой-то пик карьеры, и за ним следуют уже другие цели, другие возможности, другие горизонты открываются. Но, наверное, в какой-то момент все-таки нужно остановиться. Поэтому для себя я решила точно, что этот конкурс будет последним в моей жизни. Не взирая на результаты. Не взирая на результаты, но я точно знаю, как бы, для меня каждый конкурс – это борьба с самой собой. То есть я ставлю себе задачи, и к ним иду. К девушкам я не отношусь как к конкуренткам, потому что, ну, по опыту предыдущих конкурсов у меня всегда складываются прекрасные отношения в коллективе, мы всегда дружим, продолжаем дружить до сих пор с участницами «Мисс Москвы», «Красы России». И я действительно нашла близких мне людей, и очень рада, что это было в моей жизни. Поэтому на конкурсах у меня такая борьба с самой собой. И я думаю, что я выкладываюсь по полной, на 100%. И это уже для меня маленькая победа – победить себя саму. Вообще считается, ну, может, это тоже заблуждение, что вот, ну, родилась девушка красавицей. Повезло, да? То есть дальше, собственно, что? Ну, один конкурс красоты, второй конкурс красоты. И люди сидят так вот в залах или у телевизоров и говорят, а что, собственно, происходит? Ну, ходят они в бикини по подиуму. Что тут сложного? Типа, вот если бы я родилась красивой, я бы тоже так могла. Говорят те, которые, ну, вот, как Катя Пушкарева. А на самом деле, сколько, вот, мне всегда интересно, времени, сил и, главное, средств уходит на то, чтобы вот подготовиться. То есть у спортсменов там все понятно. Там три часа тренировок в день, значит, специальные диеты. А у красавиц как? Ну, на самом деле, это такое общепринятое мнение, что участвовать в конкурсах это очень легко и что каждый мог бы это сделать. На самом деле, финальное шоу, которое видят зрители и телезрители, это вот такая верхушка айсберга. А весь айсберг, весь тот огромный труд и усилия, его чаще всего никто не видит. И чаще всего это скрывают, потому что это и не нужно видеть. По поводу подготовки, да, я думаю, что можно сравнить красавиц со спортсменами. Это такие же часы тренировок, занятий, шагом, спортом. Но, не знаю, об этом можно говорить. Видите, но это общепринято и это такие стандарты, потому что красота — это работа, работа над собой. И к тому же это гармония, я считаю, это гармония внешняя и внутренняя. О чем я хотела сказать, о том, что все-таки, когда девушки участвуют в конкурсах, мало быть красивыми. Они должны понимать, зачем они идут на этот конкурс и что они будут делать, если они его выиграют. Что они готовы сказать людям? Зачем они одели эту корону? Потому что, когда девушка одевает корону, это не счастливый финал. Это, скорее, начало такого сложного пути, который нужно пройти, и пройти его достойно, и пронести все вот эти задачи и миссии, которые потом впоследствии конкурс возлагает. Сегодня больше десятка тысяч километров разделяет Наталья Переверзиеву с российской столицей. Перед вылетом в Индонезию, где ежегодно проходит конкурс, корреспонденты наведались к красавице домой, чтобы пожелать удачи в конкурсе и заодно полюбопытствовать, что же она везет с собой в эту экзотическую страну. Получилось шесть чемоданов и большая ручная кладь. На самом деле, да, сборы – это такой сложный процесс. Но, к счастью, он уже завершился, и я практически готова уже. Наталья показывает нам большую цветастую матрешку. На самом деле, матрешка – это очень банально. Сдуха матрешка? Зато, знаете, мне кажется, все равно, как бы не было это банально, это отражает нашу культуру, нашу самобытность. И поэтому я очень долго думала, я продумывала самые разные креативные варианты, но остановилась на традиционной матрешке, потому что все-таки она очень красивая, самобытная, и, мне кажется, отражает полностью характер и красоту русской души. А ее можно, наверное, раскрыть даже, да? Да, их там несколько, их там несколько штук, а на вторую рюкзону, да? Очень много. Ой, их там, наверное, штук десять, да? Их там, да, около десяти штучек, ну, да, то есть вот так вот, в таком роде все. А еще я смотрю, здесь куча-куча каких-то... Да, а это маленькие сувениры, если, я вам еще не рассказывала, существует традиция у девушек-конкурсантов обмениваться своими маленькими сувенирчиками. И поэтому сейчас я везу 94 наших матрешки, а привезу уже 94 сувенира из разных стран мира. А где же главное платье? Моё главное платье – это вот это золотое, оно тоже сделано в русском стиле. Сделала его наш известный дизайнер Алена Ахмадулина. Это финальное платье, в котором, я надеюсь, выйду в финале в числе 16 конкурсантов. Это уже, так сказать, час пика, финальный выход девушек. И самая, я думаю, экстравагантная и всеми ожидаемая часть шоу, когда называют меня «Победительница». Вот я буду в этом платье. А везет ли она какие-то талисманы или обереги? Мой главный талисман – это, наверное, я взяла с собой очень много дорогих мне вещей, которые – фотографии, любимые книги. А какие книги? Всегда. Я сейчас читаю русскую классику, читаю Анну Кареню. На самом деле, впервые в жизни я улетаю с таким большим количеством багажа. И я думаю, что мне все-таки удастся ввести туда частичку России.